Один из замечательных поэтов написал такие строки, может быть, Марик мне напомнит, кто это, в свое время написал о гражданской войне. «Есть в наших днях такая точность, что мальчики иных миров, наверное, будут плакать ночью о времени большевиков». Мне показалось, что Саш Кусмир, которого я, кстати говоря, очень уважаю, он полагает, что мы должны радоваться и гордиться теми трудностями, которые нам пришлось преодолеть и рассказывать нашим детям, какие мы молодцы, замечательные. Да, мы преодолели невероятные трудности, наше Алия. Мы преодолели невероятные трудности, но не благодаря этому государству, не благодаря политике поддержки Алии, а вопреки всему этому. Нас использовали и бросили на обочине, как никому не нужную отжатую тряпку. Вот сегодня новый министр абсорбции, репатриации, или кто там, не помню, а, или даже, по-моему, Беннетт, что вот сейчас самый важный вопрос репатриантов из Франции, из Южной Америки. Да, да, премьер-министр говорил. Из Франции, из Южной Америки сюда приедут врачи, сомневаюсь, врачи приедут из России, Украины и бывших стран СНГ. Из Франции, из Южной Америки сюда приезжали и приедут инженеры, ученые, компьютерщики. И они уедут обратно, у нас есть пример. Массовая линия из Аргентины, 2000-х годов. Они здесь надолго не задерживаются. Эта им страна нужна, как запасная база и запасной паспорт. Врачи, ученые, инженеры, вот те самые, которые дали такие вот замечательные цифры, что на каждый вложенный шекель, какой вложенный, кем вложенный, это мы еще вернемся к этому сейчас. Страна получала 16 шекелей. И я слышал расчеты 20 шекелей. Понятно, что это расчеты относительные. Но это те шекели, которые дали этой стране мы. Мы, наше поколение и наши дети, репатриантов, мы приезжали сюда с образованием, со специальностями, опять же повторюсь, врачи, ученые, журналисты и прочее, прочее, с высшим образованием. Мы преодолевали эти невероятные трудности. Те деньги, которые нам тогда выделяло государство, выделяло одной рукой, оно тут же у нас забирало другой рукой, извините, через квартиру владельцев, среди которых немало было и представителей этого самого государства. От депутатов Кнессета, начиная и кончая муниципальными чиновниками и так далее. Мы все это отдали. Все деньги, на которые мы здесь поднялись, мы заработали сами до последней копейки, до последней огоры. Почему мы должны гордиться и радоваться этому так называемому празднику? Назовите его день преодоления. Назовите его день стойкости, извините за невольную ассоциацию. Днем стойкости и мужества нашей Алии, которая, не взирая на все те препоны и препятствия, которые создала эта страна, сумели подняться. А потом считайте деньги, которые мы вам заработали. А мы их вам, да, заработали. А вы их нам даже не хотите вернуть в качестве пенсии. Наглость, сволочизм и ублюдочная политика нашей страны по отношению к огромнейшей алинеи из стран СНГ, из России, из Советского Союза бывшего, она налицо. Вот о чем нужно говорить. Вот ради чего нужно собирать день Алии. Вот ради чего мы избирали этих политиков в КНЕСе. А не для того, чтобы слушать тех убаюкивающих замечательных песнопения и фиксировать появление новых парламентских лобби. Парламентские лобби хорошо только в тарелке, когда их много. А лобби, то есть какая-то организация по продвижению интересов той или иной общины, должно быть одно насильное. Да, я хочу, чтобы было такое настоящее лобби. Настоящие протекционисты, чтобы мои интересы, интересы таких, как я, толкали, проталкивали, расталкивали локтями других претендентов на эти самые блага, на которые претендуем мы. Которые мы заработали. Им мы дали деньги этой стране, чтобы эти блага создать. Но получают их другие, у которых представители более наглые и мыслят более однозначно. Которые говорят, я не буду думать о всех израильтянах. Мне бы барабану все израильтяне. Я буду думать о своей общине. Вы знаете, я завидую. Я хочу таких представителей в Крестике. И может быть тогда у меня появится повод отпраздновать.